Вот все, что было сдержано, да, вот все, посмотрите, он не стоит на месте, да, и вот все время качается в сторону. И вот через такую игру в первую очередь проявляется вот его вот эта проблема, да, вот, и нет еще раздовесия такой устойчивости. Поэтому он и может скандалить очень много и долго, просто потому что нет вот такой выстрелности его, да, он изводит маму постоянными какими-то там нытьем, там, как она говорит, но это все время, он все время чего-то добивается, он все время с детьми в конфликте, потому что он ищет питание своему телу, и он думает, что вот сейчас я с детьми начну там играть и не добуду, да, то есть он просто отчаянно, ищет себе пищу и не получает ее, поэтому вот подушками драться может, да. И постепенно я увидела, как, вот, например, идет занятие час, 50 минут, это просто вообще колбасни такой конкретный, и потом 10 минут вдруг он сам успокаивается. Это тоже для меня очень важно. Я стараюсь, чтобы дети пришли, и насколько это возможно, к тому, чтобы саморегуляция у них, да, была активна, их собственная. Вот есть процесс возбуждения, да, потом обязательно есть спад, да, успокоение, потом опять наступает возбуждение и снова спад. И вот поэтому, по такому, вот так, по этой восьмерке мы движемся, так движется любой человек, так движется, ну, независимо от возраста и развития. Но мы должны помогать ребенку, да, если он возбуждается и ему, по его свойствам нервной системы, не успокоиться, да, не перейти в успокаивание. Я смотрю, как я могу ему помочь успокоиться. Завернуть его, засунуть в яйцо, это вот вчера видели, наверное, да, яйцо, в котором дети качаются. Иногда в нем они успокаиваются. Все, все по-разному. Помочь ребенку, да, успокоиться. Потом опять начинается активность, и моя задача подхватить эту активность, развить ее, дать ей проявиться этой активности. Для того, чтобы у него уже сам, естественно, вступал в период отдыха и успокоения. Этим тоже нужно помогать, этим нужно регулировать. Как раз сенсорные материалы, они очень способствуют. И активизация ребенка, и его успокоение, это очень помогает. А потом, когда в более сложной среде, в Монтессуэре, среде, где есть уже материалы, у которых есть какие-то задачи целенаправленные, с которыми мы работаем, да, ребенок уже может использовать вот этот свой навык успокоения, торможения, да, который он уже приобретает. Он может использовать на более сложном уровне с помощью, да, вот уже в среде, где есть, там, надо что-то пересыпать, перекладывать, да, там, какие-то уже есть более сложные задачи. И вот такое происходит на своем. И я замечаю, что на самом деле он нужен детям, независимо от того, с каким диагнозом они пришли. Я вообще диагноз очень редко спрашиваю у родителей. Потому что я смотрю не с точки зрения диагноза на ребенка, а я смотрю с точки зрения, в первую очередь, его потребностей, да, того, что сейчас ему необходимо, то, что ребенок может, ну, то есть через присоединение, через контакт. Я просто присоединяюсь к ребенку. Вот мама приходит, а вам нужны такие документы? Говорю, нет, не нужны какие документы, вы сейчас будем просто с ребенком играть. И просто играем с ребенком, да, и я понимаю, что вот сейчас ребенку нужно то-то, 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 и дальше уже начинается работа.